Пятый класс, пятнадцатая серия. Делимость. Число, которое делится на 5, можно представить в виде произведения, где один из множителей равен 5. n – это натуральное или 0. Число при делении на 5 дает остаток 1. Это формула. Если остаток равен 2, вот формула числа. Остаток равен 3, остаток равен 4. При делении на 5 возможные остатки. 0 делится на цела. 1, 2, 3 или 4. Остаток меньше делителя. Делимость суммы. В каком случае сумма делится, в каком случае не делится. Первое свойство. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится на это число. Например, каждая слагаемое делится на 5, сумма делится на 5. На основании распределительного свойства пятерку можно вынести за скобки. Второе. Если одно из слагаемых не делится на некоторое число, а остальные делятся, то сумма на это число не делится. Первое слагаемое делится на 5, а второе при делении на 5 дает остаток 3. Так вот, у суммы при делении на 5 тоже будет остаток 3. Делимость произведения. Если один из множителей делится на некоторое число, то и произведение делится. Вот один из множителей делится на 5. Произведение тоже делится на 5. Признаки делимости на 25. На 25 делится число тогда и только тогда, когда две последние цифры числа образуют двузначное число, делящееся на 25. То есть две последние цифры числа должны быть 0,0 или 25, 50 или 75. Вот только в таком случае число будет делиться на 25, на 125. Три последние цифры должны быть 0,0,0 или 125, 250 и так далее. То есть три последние цифры числа должны дать число, делящееся на 125. Признак делимости на 11. Число делится на 11, если сумма цифр, стоящих на нечётных местах, отличается от суммы цифр, стоящих на чётных местах, на величину кратную 11. Например, число 2959. На нечётных местах, начиная с наименьшего разряда, вот это разряд единиц, на нечётных местах 9 плюс 9. Значит, сумма цифр, стоящих на нечётных местах, 18. Сумма цифр, стоящих на чётных местах, 7. Значения отличаются на 11. 11 делится на 11, значит, вот это число делится на 11. Так, давайте второе число рассмотрим. Сумма цифр, стоящих на нечётных местах, 9. Сумма цифр, стоящих на чётных местах, 6. Значения разности, 3. 3 на 11 не делится, значит, 12 345 на 11 не делится. Первая задача. Не выполняя деления, назовите числа, делящиеся на 11. То есть надо применить признак делимости на 11. Так, первое число. Находим сначала первую сумму. 7 плюс 2 плюс 2. 11. И находим значение второй суммы, тоже 11. Разность сумм равна нулю. 0 делится на 11. Так, второе число. Находим сначала первую сумму. 1 плюс 3 плюс 2. Получается 6. Находим вторую сумму, тоже 6. 0 делится на 11, значит, первое число делится, второе тоже делится. Третье число. 7 плюс 8 плюс 9. Находим сначала первую сумму. Значит, здесь получается 24. И находим вторую сумму. 6. 24 минус 6. 18. 18 на 11 не делится. Значит, третье число на 11 не делится. Вторая задача. Сколько существует натуральных чисел от 1 до 101, каждая из которых делится на 4, но в своей записи не имеет ни одной четверки? Итак, на 4 будет делиться каждое четвертое число. 4, 8, 12 и так далее. В первой сотне таких чисел будет 25. Каждая четвертая делится на 4. Наибольший из этих чисел будет 100. Теперь осталось выяснить, а сколько же чисел в своей записи имеют четверку? 4, 24, 40, 44, 48, 64 и 84. Таких чисел 7. Значит, 25 минус 7, 18. Ответ в этой задаче. Третья задача. Можно ли записать в строчку 7 чисел, так чтобы сумма любых двух соседних была нечетна? А нечетная она будет в том случае, если складываются числа разной четности. А сумма всех 7 была четна? Ну, давайте начнем записывать. Числа нечетная, четная, нечетная, 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 идет чередование. Всего должно получиться 7 чисел. Если мы начнем запись с четного числа, последняя тоже будет четным. Нечетных слагаемых будет 3. Три нечетных числа, значение суммы будет числом нечетным. Значит, вот этот вариант не подходит. Если же первое число будет нечетным, дальше идет чередование. Нечетная, четная, нечетная, четная. Последняя тоже нечетная. Вот в этом ряду будет 4 нечетных числа. Если число нечетных слагаемых четно, то сумма четна. Значит, ответ можно записать вот таким образом. Первое число должно быть нечетным, дальше идет чередование, и последнее тоже нечетное. Четвертая задача. Докажите, что сумма двух нечетных, последовательных чисел делится на 4. Вот формула нечетного числа. То, которое идет следом за ним, на 2 больше. Раскрывая скобки, значит, получится 2n, да еще 2n, это будет 4n. 1 плюс 3 это 4. Первое слагаемое делится на 4, второе слагаемое делится на 4, значит, и сумма делится. Можно 4 вынести за скобки, как общий множитель. Итак, делится на 4. Пятая задача. Восстановите цифру b в четырехзначном числе, которое делится на 9. Не производя деления, установите, делится ли полученное число на 12. Признак делимости на 9. Сумма цифр числа должна делиться на 9. Единственная цифра, которая подойдет, цифра 3. Вместо b, если мы запишем цифру 3, сумма цифр числа равна 9. 9 делится на 9. Теперь осталось выяснить, делится ли вот это число на 12. 12 – это произведение взаимно простых чисел 3 и 4. То есть должен выполняться одновременно признак делимости и на 3, и на 4. Если число делится на 9, на 3 оно тоже будет делиться. Сумма цифр числа 9. 9 делится на 3. Признак делимости на 4. 2 последние цифры числа образуют двузначное число. В данном случае это двузначное число 32. 32 делится на 4. Значит, и 1332 тоже делится. Так, значит, ответ делится. Продолжение следует... Продолжение следует...